всем привет с вами the station и алина и иван и талисман рассказываю да про эту игру казалось бы игра которую все должны знать но возможно не все знают что это замечательное классическое фанта же приключения магическое сам итерации исправлены между прочим сам ты знаешь что за игра нет я видел так что есть вархаммер 40 тысяч талисман и эта версия и все то есть ты знаешь про все игры по 40 тысяч но не знаешь все что касается нет тичми в общем сегодня мы будем вам рассказывать и мне заодно что это такое почему эту игру стоит играть я и безумно люблю правда играл я всего пару раз но она глубоко засела в моем сердечке по факту это просто игра помните здесь и были такие кинул-двинул-двинул походил да игра кинь-двинь ну ладно все на самом деле не так просто эта игра о боли страданий и превозмоганий а еще о том что у вас нет друзей если обычных играх кинь-двинь вы свою судьбу никак не можете контролировать это буквально кинул и реально двинул потому что что выпало то ты имеешь я наружу свою поставлю это про кинь-двинь классический эта игра отличается на самом деле более глубоким подходом где вы несмотря на то что вроде бы имеете дело с тем же самым подходом кинул-двинул но можете прокачивать своих героев ощущать себя приключенцем в магическом или жабкой или жабкой но об этом позже в общем сейчас покажем почему это стоит играть у нас есть некая карта представляющая себя классическое магическое королевство наполненная замками руинами пещерами пустынями лесами отважными героями и страшными монстрами где находится королевство это королевство талисман где она находится неизвестно на самом деле но известно что королевство называется талисман а еще в этом королевстве а дайте-ка я вам расскажу сказочку на ночь когда-то в незапамятные времена один могущественный волшебник правил землями талисмана с помощью магической короны выкованы в долине огня духами которых он жестоко поработил на протяжении многих столетий волшебник не имел себе равных пока после долгой жизни среди книг и заклинаний не ощутил что его дни подходят к концу он решил спрятать корону в самой опасной части самого гибельного места всего королевства расставив на пути к ней кошмарных стражей каких только могла подчинить себе его магия уже на смертном одре волшебник объявил что получить корону и править после него сможет только герой обладающий силой мудростью и отвагой прошли столетия и оставшиеся без правителей защиты королевства стало еще опаснее ужасные чудовища наводнили его просторы а землю постоянно сотрясались от бесчисленных несчастье по сей день древняя легенда короне власти манит сюда благородных героев каждый жаждет власти над беспокойными землями талисмана но пока еще никому не удалось пройти испытание равнина опасности усеяна костями охотников за короны реально сказка на ночь хорошая добро снилось как адреналин голову мне снились поля луга драконы приключения палки магия вот фэрбол из пальца и это вот все это нормально странно тут вот клеточка смерти просто не хочу с ней встречаться в общем вы поняли игра фэнтези про хорошая добротная фэнтези сейчас посмотрим на карту у нас есть игровые компоненты которые в этой коробке 4 господи против здания очень заманчиво забыл слова глагол русский звенья звенья нет что они делают 3 трясутся нет бултыхаются нет вращаются перемещаются прыгают играются заманивают манят занят неплохо было не нет они шумят позрякивают побрякивают венчат бренчат бренчат но у вас есть фишки красивые миленькие напоминающие нам о блинных временах когда не было еще такого буйства настольных увлечений и вы играли вот нечто подобное с черт с ними с фишками здесь есть то что мне кажется очень многих привлекает это миниатюрки их здесь 14 штук все они отображают ваших героев но помимо основных героев которые здесь есть также есть миниатюрки жабок при желании вы можете их раскрасить и в таком случае игра получится более реалистичной новые краски с юморил с ним и молодец тоже также здесь много очень картона первую очередь это то что у вас вытягивается на поле боя ставит любая локация может привести вам сюрпризы я не сказала здесь очень классное игровое поле она поделено на три секции это внешние срединные и внутренние земли но вы не можете просто перемещаться между ними здесь это все гораздо сложнее то есть вам нужно иметь определенные компоненты или сразиться с кем-то чтобы из одних земель перейти в другие и у вас есть еще карточки персонажей мы книга правил все я бы сказала что все правила пожалуй задает игровое поле в каждой клетке поле написано действие которое вы должны совершить попадая на нее то есть по факту вот и есть правила игры да именно так есть множество нюансов которые вы легко освоите если вы играете с ребенком поверьте он все поймет потому что основу игры он легко впитает себя переварит и вуаля будет мы с вами наслаждаться игровым процессом а уже за нюансами вы сами будете наблюдать и следить главное главное простота я бы сравнила наверное эту игру немного с рпг какие-то элементы все-таки от рпг здесь присутствует у тебя есть персонаж которого ты должен развивать естественно чтобы развить нужно ходить по разным локациям встречаться с разными персонажами убивать существ которые вам под силу наращивать свою мощь решить что будете прокачивать силу или магию например обретать какие-то попутчиков которые вам будут помогать на протяжении всей игры и когда вы почувствовали что вы готовы перейти например в срединные земли вы отправляетесь туда а оттуда вы уже можете перейти и во внутренние земли где вас ждет боль боль да тут ее много начнем вот есть поле есть герои самый смак от выбор героя уже любите играть там любые компьютерные игрушки за персонажей здесь не выбираются герои они рандомно выбираются вот серьезно первые выбираются рандомно да грусть-то какая нет на самом деле есть режим который тебе позволяет если другие игроки не против те выдаются три рандомные карточки и ты уже можешь выбрать из этих трех героев почему нельзя здесь выбрать своего персонажа потому что игра не кооперативно вы играете каждый сам за себя плюс еще норовительно солить своим оппонентом или вообще убить своих врагов останется только один останется только один и будет править землями талисмана ну что ж кто у нас есть здесь прямо полногорница людей в этой игре встречаются министрели я бренчу на дудке с девяти до двенадцати каждый день в срединных землях есть гном царь подгорного государства я пролезу любую щелку есть строль но о нем кратко есть эльф позер и пижон есть немножко чародея этот парень залили путит все что хотите в вашем инвентаре есть убийца он и же имел 3 ходки и 4 татуировки с куполами монах но ним тоже в чем-то кратко у нас к лирикальному стартует нельзя можно ущемить колдунья магичит ну это женщина просто красивая сжечь а потом сжечь есть вор а его мать дает предсказательница предсказательница она предсказательница работает на tv3 предсказывает погоду воин брутал ветеран диванных войск священник я уже упоминал что нельзя шутить об этом друид царь всех зверей и местный пасечник ну и наконец вурдалак кто будет играть за упыря вот такие герои очень крутые классные и с ними нам предстоит жить и играть в общем у них есть крутые обилки у каждого вот такая карточка возьмем сам в левого парня есть вурдалак кто будет играть за упырье он где-то начинает мы берем фигурку вурдалака и кладем его на начало игры кладбище кто бы сомневался что начинается кладбище в общем в ресторане местном для себя он начинает на логачи и страна вероисповедование темные по-любому у него до страна темная есть персонажа со светлой стороной это будет влиять на игру есть также нейтрал трубейчу как dnd настоящими бешечки в общем вурдалак вот такой красивый парень у него на карточке будет присутствовать параметр базовой силы базового умения сила приходится в бою с монстрами умение бою с монстрами которые основываются не на группы физические силы духе по факту это существа у которых есть в названии слова дух да и какие-то уникальные способности кого-то больше у кого-то меньше плюс параметры жизни судьбы и золотого запаса но запас то будет как бы просто ваш слот жизнь понятное дело это ваше количество жизней судьба это ваша удача в этой игре по факту говоря по игровому это реролы реролы которые у вас имеется их можно кстати говоря накапливать и потом перебросы кубика это важно очень часть этой игры вот друид например начали игры у вас есть одно заклятие он маг по сути есть другие ребята например воины он просто может хорошенько отдать в жбан вы можете бросить два кубика во время битвы использовать наибольшее значение но например воин также может накопить себе такой навык как умение магическое чтобы потом пользоваться заклинаниями именно так едва оружие с собой таскает но и например дохлый маг может подкачать себе силушку чтобы с кем-то сразиться в общем стали мы ворда лаком на кладбище покушали отобедали ну нам нужно взять все необходимые компоненты на старте игры по факту по факту пройти подготовку к игре она достаточно простая и несложная чтобы понимали как эта игре готовится вот в маленький краткий ликбез только я там в другой одежде а там уже без одежды все в титры все в титры итак начнем никакой волшебный мир не обойдется без игрового поля и эта игра не исключение поле разделено на три региона внешние срединные и внутренние земли и что никаких приключений в таком огромном мире не тут-то было целых 104 карты приключений с различными событиями существами и предметами которые будут встречаться на вашем пути и без магии никуда здесь есть карты заклинаний конусообразные фишки которые будут отображать вашу силу умения или жизни жетоны судьбы двусторонние но если вы играете без дополнения то цвет жетона судьбы не имеет никакого значения карты приобретений это предметы которые вы можете купить за золотые монеты карты талисманов которые можно вытянуть в приключениях или получить после прохождения пещеры колдуна 14 карт героя с абсолютно разными способностями и навыками естественно каждому герою достается своя фигурка которую кстати говоря вы можете раскрасить когда и в этой игре вас могут превратить в жабу поэтому на этот случай предусмотрено четыре карточки жаб и также четыре фигурки а иногда случается так что будущее на светлой стороне вас печеньками переманили на темную поэтому здесь есть карты стороны светлой и темной золотые монеты но думаю тут все понятно это ваше богатство вы можете на них приобретать различные предметы или подкупать какого-нибудь игрока но и кубики без них никуда шесть кубиков между прочим очень красиво входит комплект этой игры ну что же с игровыми компонентами познакомились пора начинать подготовку к игре первое выкладываем игровое поле на стол второе перемешиваем карты приключений и выкладываем рубашкой вверх рядом с игровым полем третье перемешиваем карты заклинаний и также выкладываем рядом с полем четвертое карты талисманов и приобретений выкладываем отдельными стопками лицом вверх также рядом с полем пятый пункт пожалуй самый интересный узнаем кем же мы будем в этой партии для этого берем все 14 карточек персонажей перемешиваем их и в закрытую раздаем каждому игроку вуаля возможно теперь вы маг шестой пункт выкладываем карту героев прямо перед собой все предметы попутчики фишки монетки которые будут выкладываться вокруг вашей карточки является персональной зоной героя мы рассмотрим ее более подробно продолжая идти по пунктам подготовки к игре седьмой пункт нам нужно понять где будет стартовать наш герой для этого смотрим колонку особые способности в самом низу например у меня есть колдунья и начало игры у нее на кладбище ищем на игровом поле кладбище и ставим фигурку на это поле также в колонке особых способностей внизу указана сторона героя темная светлая или нейтральная если вдруг сторона вашего героя изменится на этот случай у вас есть карта стороны идем дальше восьмой пункт обращаем наше внимание в правую часть карточки героя нам нужно распределить фишки жизни жетона судьбы и также золото начнем с жизни в зависимости от указанного числа берем себе необходимое количество зеленых конусов это и есть ваше количество жизни ее можно потерять например в битвах духовных сражениях или при других неблагоприятных обстоятельствах для этого убирайте необходимое количество конусов обратно в резерв но не переживайте жизнь можно исцелить или получить случае если вы исцеляете вы не можете превысить исходный порог а если вы получаете жизнь то уже можно пересекать далее распределяем жетоны судьбы зависимости от указанной цифры на карте героя выставляем нужное количество жетонов что такое судьба по факту это удача а говоря по игровому реролл как и в любой другой игре здесь есть свои ограничения например перебросить кубик можно только в трех случаях на движение при атаке или если того требует карты или клетка поля нельзя также перебрасывать уже переброшенный кубик но и если вы бросаете несколько кубиков перебросить можно все равно только один а если вы недовольны результатом переброшенного кубика увы и ах придется принять результат никуда вы от этого не денетесь может случиться и так что вы потратили все жетоны судьбы не отчаивайтесь вам обязательно повезет ждите пока жетоны судьбы вновь вернуться к вам в руки и последний самый приятный пункт это распределение денег все получают на старте по одной золотой монетки на эти деньги вы можете купить предметы или услуги или совершить какую-то сделку с другим игроком 9 10 пункт подготовки нам нужно понять каким багажом мы начинаем игру для этого вновь обращаемся к столбику особых способностей у вас будет написано что на старте у вас есть либо какое-то количество заклинаний либо какое-то количество предметов случае если это заклинание они берутся из топки заклинаний и выкладываются перед собой рубашкой вверх вы сами можете посмотреть а вот другие подглядывать не могут в случае с предметом он выкладывается в указанном месте сразу стоит отметить что вы можете носить с собой не больше четырех предметов кстати говоря магические артефакты также является предметами ну а если вам повезло и вы разжились мулом то ваш инвентарь расширяется до 8 ячеек а вот заклинаниями не все так просто чтобы хранить или использовать их ваши умения должны быть достаточного уровня начиная с третьего умения вы можете носить собой одну карту заклинаний если ваше умение 4 или 5 вам доступны две карты заклинаний а если шесть и более то доступно 3 карты заклинаний пора начинать играть а теперь самое важное вот этот кубик да мы его кидаем мой ход мой ход ты подожди а ты знаешь что нужно в игре делать еще вообще игра состоит и скинул двину да но есть небольшое уточнение вы есть нюанс есть один нюанс а помимо того что вы кинули и двинули вы можете ходить кстати в разные стороны вообще заблагорассудится у вас есть еще вторая фаза знаешь что это встреча судьбоносная встреча которая поможет стать правителем талисман через встречу встреча это то что тебе говорит сделать поле клеточка поле то есть например выкладываются карточки ты там встречаешь разных существ персонажей каких-то подарочки муж судьбы какие-то встретить сокровища найти да что угодно вообще можете попасть а потому что здесь сто четыре карты приключений на приключаться можно вот самое получается я кинул я кинул один я могу взять и походить либо на один налево либо на один направо и коли я сюда пришел я сам читаю что заранее тут будет мне ждать мой эффект я выбираю принципе где остановлюсь и после этого придя сюда сразу же читаю вот например есть чаще лесная что же на несет смотри здесь написано возьмите одну карту если здесь уже есть карта то больше брать карт не нужно ничего в целом интересного я уберу да карта приключений 1 я в чаще нашел давай давай узнаем барабанная дробь топор предмет оружие вы удивитесь но я кладу эту карточку рядом зачитываю ее и если я вижу там что это предмет я могу взять сразу же да а еще тебе топор поможет построить плод который поможет это дом который построил джек топор ты можешь взять который поможет тебе построить плод чтобы перебраться во всередине и земли а вот мы и подходим к этому интересному моменту я не буду как-то по спиральки завинчиваются нет это закрытый участок это вот внешние земли закрытый участок да и вы по нему будете по кругу ходить до тех пор пока не соберете ресурсы для подстройки плота либо не подойдете к паромщику стражу и он вас не переправит страж это отдельная вот здесь есть локация да но там нужно будет посидеть попотеть да с ним нужно сразиться силушку не достаточно богатырская 9 поэтому тебе нужно тоже подкачать мышцу предметов много в общем можно построить плот просто дали плыть в лесу рубим деревья если что и переплываем но нам нужно прокачаться иначе мы без вооружение без навыков мы не сможем там просуществовать долгое время к сожалению топор то будешь забирать конечно я забрал топор и получил бонусы плюс один к силе время битвы кстати говоря напомню себе что ты можешь в инвентаре своим таскать четыре предмета не более и вот я так буду себя прокачивать ты можешь найти мула он тебе позволит 8 предметиков таскать это будет принесет право в жизнь уважаемые традиции животноводства а например если я кинул один нет и кинул 4 наконец 1 2 3 4 либо вариант 2 1 2 3 4 и грузия в полях поля простые возьмите одну карту если есть уже есть карту больше брать карт не нужно напомню они выкладываются и коли там монстр или какое-то событие то она там и останется мефистофель смотрите внимательно вы встретили мефистофеля который прибыл в эти земли с миссии если вы на темной стороне получить одно умение если вы на светлой или нейтральной стороне вы переходите на темную сторону там есть печеньки и затем мефистофель возвращается свое темное королевство сброси эту карту тебе повезло ты темный ты себе берешь вот такой вот синий колпачок и повышать своим свое умение умение это магия не за почему на самом деле так перевели умение удобнее было бы магия называть сила и магия или интеллект но что есть то есть мы получаем такую плюшечку вообще там могут оставаться монстры которым вы можете проиграть они так и будут находиться вот так вот карточкой на этой локации и ничего с ними уже не сделать в общем-то это и разнообразие очень сильно эту игру кода очень толстая например может прийти и встретить девушку она тебе добавляет два к умению мне припудрили хорошо они хотели в общем вот такая простая в базовой механики игра но очень эффектно и коли вы встречаете монстра а их там довольно много потому что мир то опасный жить то опасно вообще по факту говоря если например вы пришли на какую-то клетку поля а там стоит другой игрок у вас есть выбор а вы можете сразиться с игроком а лучше забить на него и заниматься своими делами на точке поле куда вы пришли вообще хочу сказать что извини что перебивает вот здесь вот на обратной стороне правил есть классная блок схема который поможет вам разобраться главное теперь вы знаете что она тут есть потому что когда я изучала правил я пока не прочитала до последней 22 страницы не узнала что на обороте есть вот это бог схема теперь вы знаете вы более мудры чем я и игра для вас будет куда проще чем для меня она и так простая приведение положим взял бы и вытел приведение как сражаемся не сказал игра чертовски простая и увлекательная мы кидаем кубик я два ты приведение ну давай 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 другой урок кидает кубик силу принятри значит складываем силу проведения я кидал за проведение выкладываю результат своего броска от 6 очка и того сила приведения 9 у меня умение 4 это же дух враг дух значит мы сражаемся против моего умения 2 плюс 4 это 6 я проиграл играл и теряю видимо жизнь вот так все просто здесь появилось приведение она будет убита здесь пока не будет все и вот в полях осталось бы вот так вот просто приведение а я бы такую грустную стучит свой ход ушел ну и да можно и нужно сражаться с другими игроками чем больше тем интереснее а некоторые персонажи например вообще могут обворовывать бедных и несчастных героев вообще вы здесь все враги потому что все вы порабощены мыслью о власти алчный и если вы победили в схватке одна жизнь обычно сносится а коли она была последний у противника то можно его убить и ограбить по полной да здесь можно убивать и если убиваете вы выбираете новые персонажи все ваши предметы которые были они просто остаются на той клетке лежать вот где лежали магические артефакты предметы попутчики в общем все что у вас было в инвентаре она стоит лежать на полюшке а вы берете новый персонаж и начинаете заново если например убийца классный чувак берет и сражается с противником с героем само собой а тот ничего не может делать он не кидает кубика дополнительного потому что он как бы убьем это прикольно у него бонусы против других игроков и в а если например не хотите сражаться можно вообще дети я это уклониться хочу до от монстра но это нельзя делать герой и героев да да а во внутренних землях например там уже нельзя от схватки уйти с монстром потому что я говорила там боль да боль и страдаем боль главное взять и выиграть корону в центре всей власти буквально таки а знаешь что самое смешное ты не просто должен взять ее взять и кто-то во первых во первых тебя чтобы попасть во внутренние земли нужно иметь талисман это вот такая вот вот такая вот карточка и нужно найти будет да ее можно выкрасть у другого например персонажа вообще это очень забавно когда вы уже подкачались и в целом все готовы перейти во внутренние земли вы начинаете бегать друг за другом чтобы отобрать у кого-нибудь талисман потому что здесь видно все что у тебя есть в инвентаре и ты такой ага у тебя талисман и ты бежишь к своему врагу своему оппоненту бьешь ему по черепушке забираешь тебя встречает другой бьет тебя по черепушке забирает у тебя этот талисман в том что вы очень долго прокачивались игра может раскинуться она довольно рандомна в этом плане вы можете долго очень прокачиваться умирать брать новых героев будет побоище за центр кто-то встал центре и ждет пока все остальные просто помрут как только все остальные померли один герой остался на шикарной короне всевластия он побеждает в этой игре это может растянуться может быть короче а еще ему нужно скастовать заклинание власти д чтобы все остальные собственно померли это игра которая действительно простая но при этом очень увлекательная за счет рандома в первую очередь и за счет разнообразия дикого разнообразия плюс ассоциировать себя с персонажем это очень круто есть жабы жабы это общая тема ты можешь превратиться в жабу да тебя он ты можешь встретить до какого-нибудь персонажа который говорит кидай кубик что там не выпила ни задачи ты превращаешься в жабку вот такую милую красивую жабу который свои собственные правила и какое-то количество времени ты проводишь в форме жабы и это реально смешно то есть игра развлекает вас это самое главное что есть в настольной игре можно сделать можно найти человека который ведет например ролевки или очень харизматичный и любит ролл плейдем и посадить его за ведущего который будет например отыгрывать персонажей голосами разными моя игра именно так и происходило у нас была ведущая которая отыгрывала всех персонажей которых мы встречали это самый вендорный вариант то есть простая игра превращается в приключение но атмосфера здесь выше крыши приятный очень арт-дизайн у самого поля у карточек и я считаю можно сделать реально вечер волшебный это вообще обязательно однозначно в общем вот такая игра если вам хочется не знаю на полтора даже два максимум три часа с друзьями под хорошие напитки и вкусные явства провести потрясающий вечер а для вас тут все очень просто мы в нее поиграем покажем вам как это надели происходит с мастерами покрашенными модельками какого-то главное не забудьте обезопасить свои карточки эта игра в четвертом издании исправленном доступна будет уже в конце августа можете по ссылке писания пройти приобрести ее это мы поиграем для вас нее и будем обязательно не разбирать если он понравился я очень верю ваня дома играть до выиграть бумажка стоит больше чем при зарплата подумай об этом женщина я тебя в рабу превращу но остается с нами если хочется их сать вархаммер и с мампой чтобы мы поиграли тоже пишите об этом когда новых встреч с вами была алиночка и ваня очка и в общем такие обзор настольных игр и сахет нравится лайк от комментариев подписывайтесь не забывайте сегодня подписан да обязательно оставляйте комментарии мы обожаем читать комментарии ну и до новых встреч пока пока и китр и на иду еще улыбаться в кадре